Это стихотворение о Боге и безнадёжности. Сначала несколько слов о безнадёжности. Этот текст я пишу на моем почтальте Киева. Я приехал отдыхать в Киеве с 30-м циклой Любовь Свердловская. Мы долго гуляли, потом устали и пошли гулять по отдельности. Я отправился в Бабуин посмотреть. Долго шёл пешком. Оказалось, что именно в этот день Бабуин закрыли не то совсем, не то на ремонт. Тогда я пошёл в Андресоль и всё пытался там выпить на какую-нибудь серьёзную сумму, чтобы наконец отправиться в гостиницу. Не получалось, в любимый не звонил. Андресоль стали закрывать, и я пошёл в гей-глуб помады. В гей-глубе помада было пустынно, потому что поддельные. Более того, повсюду обнимались гетеросексуальные пары. На танцполе играла шикарная музыка, как будто к песням группы комбинация написали ещё более жалобные слова. Мне было смешно. Во всём гей-глубе помада мне на глазах помад попалась одна пара геев. Они пригласили меня на свой столик, чтобы я не скучал. Оказалось, старший из них, похожий на Квитера, работает в парикмахерах, а младший на Квитера похожий, парменом. Это так, что и обычно, подумал я. Мы долго говорили о Квитере. Старший из них сказал, что будет голосовать на Тимшерку, а младший голосовать не пойдёт, потому что скрывается от армии. Потом ребята ушли, не расплатившись. В итоге получилось, что гей-глубе помада мне больше всего понравился официант. Это я о безнадёжности. Теперь о Боге. Коротко. Как-то на день города Екатеринбурга мы на работе проводили водный праздник на акватории городского пруда. Было необходимо найти фирмы, которые в порядке спортивства бесплатно предоставили скутера, моторные лодки, катера и прочее. Наши менеджеры сидели и обзванивали всех, кто хоть как-то подходил. В одной из фирм, ООО «Механические сани», неприятный мужской голос, недослушав, ответил. «Не надо ничего, у нас есть всё». Бросил трубку. «Здесь в Киеве, как все знают, на территории Свято-Михайловского, кажется, монастыря есть аттракцион для туристов, не фуникулёра. Фуникулёр, как моему приеду, тоже как-либо будет закрыли на ремонт. Стоит такой фонтан, над ним купол и крест. Из фонтана торчит грабильная колонна, а из неё четыре медные буты. Если загадать желание намочить фонтане монетку и приклеить её на медную фигню, то при условии, что монетка не упадёт, а прилить нет, желание сбудется. Все мои монетки категорически отказывались вылипать в фонтан, буквально отскакивали от него, при том, что разного рода неприятные личности вокруг с лёгкостью их приклеивали. Это, конечно, вспоминается комикс Луднина про руки и жопы растут, но я подумал не об этом. Я подумал, что вот офигенно было бы встать посередине этого монастыря, поднять типа в глаза к небу и сказать тебе тот мужик. «Не надо ничего, у нас есть всё». И главное, мы понимаем, бросить руку. Спасибо. Спасибо. Спасибо.